Привет, мы в ванной. Сейчас будем делать заплыв. Поплывем. Ну чего заплыв? Мы будем мыться. Будем мыться. О, народ, ставьте лайки. Да нет. Большая стирка. Нет, мы не записываем сейчас. Ты что? Не-не-не, вы что? Зачем ты? Убери эту нахер. Такую фигату записывал. Нет, ну пожалуйста. Нет, конечно, я тебе покажу. Я хочу эту женщину найти. Или человек. Да ты что? О, боже, началась запись. Вот эта техника дошла. Я показала ладошку, и он начал записывать. Новый телефончик испытываем. Привет, народ, с вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. С вами Училка физкультуры и Наташа. И сегодня у нас необычный контент, назовем его ванной. Большая стирка. У нас плюс 49. Мы просто не можем выйти никуда, записать, чтобы ни в отель сесть, ни в парк, просто дойти до мусорки 30 метров, выкинуть мусор уже подвиг. Это... Да, сегодня у нас необычный контент. Да, это очень тяжело. Так вот, у нас большая стирка. Трудовые будни у нас выглядят так. Что мы будем стирать сегодня? Мы будем стирать сегодня... Мы будем стирать надпись. Флакон. Мы будем стирать флакон. Вчера я посмотрела у Ирины... Я все время путаю, как ее фамилия, как она называется. Да, у блогера, который ведет парфюмерный канал. И вот у нее были ароматы про чистоту, про свежесть, что-то такое. И меня заинтересовало, что там был как раз этот хлоя аромат. И я начала слушать. И она говорит, у нее окислилось, ну, потемнело. Посмотрите, она смотрится вообще ужасно. И мы этот совершенно недавно аромат приобрели в октябре, когда были в Абу-Даби. Наше большое видео про Марину Мол. Смотрите по ссылочке вверху, где мы там купили очки и купили этот аромат. Но мы что-то обзорцу не делали, было мало времени. Да, мы как-то бежали. Честно, я купила этот аромат, мне кажется, в какой-то панике, если честно. Это аромат уже не такой новенький, да? Он где-то уже ему больше десяти лет, наверное. Ну, я его слышала с кем-то. Для нас он новенький. Не за десять лет акисли. Он тебе чем пахнет? Не абрикосами пахнет. Абрикосами? Свежим, и не сухофруктом. Пахнет таким свежим абрикосом, когда вот вы разломали дольку, и он такой там хороший, правильный, желтый. Не зеленый, как мы где-то все морельки обрывали. А мне этот аромат пахнет, честно, вот... Даже ничем он не пахнет, он мне некая вульгарность. Я знаю, что этот аромат... Вульгарный абрикос. Мне абрикосов совсем не пахнет. Мне пахнут фрукты, но тут заявлена как бы роза. Но роза, она, вот честно, вот если она и роза... Нет, розы здесь однозначно нет. Здесь такой желтый цвет. Помните, как пахнет зеленый цвет? Лук, посмотрите видео. Вот это вот, по мне, так должен пахнуть желтый цвет. А мне некая... Вот я не понимаю, почему, но мне... Вульгарный желтый цвет. Вульгарный, вульгарный, я не знаю цвет, но почему не знаю? Как-то он и приятен, и нормален, но, если честно... Сегодня мы будем оттирать... Пахомка в память. Наташа спросила, ей дали совет, да? Даже, да, я начала, ну, написала Ирине о том, что делает классно. У меня есть тоже Клоя, он окислился, и там еще шла речь про белый лен от Эстеллауды. Он написал, тоже очень классный, мне нравится этот аромат. И насчет окисления, я не знаю, человек, наверное, женщина или мужчина. Брызни уже. Ой, брызни. А куда? Можно? Я не хочу на себя брызнуть. Верх, огое мой, давай, давай, давай. Я в тебя поясню. Короче, и подписчик этой женщины, Оля Шер, Оля Чер, написала мне, что его же можно отполировать. Я спросила, как отполировать, говорит, это человек, я буду называть человек, поскольку я не знаю. Значит, ответил, что можно зубной пастой просто взять, потереть пальцем. И вот я сказала, все, буду исполнять. И сейчас вот я... Давай видео с ним. Давай видео с ним. Нет, ну мы все равно дома сидим. А еще один человек там мне написал, что не переживайте, это так задумано. Я написала, что это все-таки как бы брак. А потом мне еще раз написал этот человек, что это так, это специально, это винтаж. Это как бы уже так. Какой винтаж еще раз? Ну, говорится так себе, честно. Я бы такой винтаж бы не брала. Это пать, это как бы вот окисление, это патина. Ну, если честно, она постояла на полке таким образом, еще ладно. Но когда оно было реально серебряного цвета и стало вот таким. Но бог с ним цвет. Честно, мне цвет не смущает. Меня смущает. Фу, да? Вот запах, металл, цвет металла. Так вот, Оля Шер написала, что просто потереть это окисление, это посередрение. Просто потереть зубной пастой. Любой зубной пастой. Да. У нас есть дорогая зубная паста. Наташа ее купила. Все, давай приступать. Где-то в месяц с аптеки за 45-х. Пойдем, пойдем, сейчас посмотрим. Нет, мы сейчас все обозриваем. Скидкиваю тебя. Так, что мы будем делать? Какая паста, да? А, давай, наверное, ты где? Я тебя снимаю. Давай. Ну, давай. Смотри, вот этот вот снимаем? Или не снимаем? Слушай, он приклеен? Он приклеен. Ну, хорошо, давай почистим. Папа, тогда не снимем. Он же высохнет, если что, наверное. Так, смотри. Так, сейчас давай возьмем эту колгейт. Ага, давай, бери мой колгейт. А знаешь, давай возьмем это ради прикола. У нас еще есть из таких, что не жалко, называется колгейт. И какой-то вот это отбеливающее, я вспомнила, СС-1. Ну, еще есть. Давай попробуем. Так, колгейт и СС-1. Кто выиграет, имеешь в виду? Ну, а вдруг, знаешь, какая-то реакция пойдет, что вообще. А, что вообще мы уничтожим? Ну, ладно. Я как-то один раз, никогда так не делайте. Ну, давай, начинаем сейчас. Я как-то один раз взяла и свое серебряное кольцо замочила в амвеевском этом, отбеливателе. Советы от Наташи, новая рубрика. Нет, это так не надо делать. Короче, я замочила и все. И он почернел. Пошла я в чистку, ну, там, где изделия чистят ювелирные. На меня посмотрел, конечно, этот специалист. И сказал, что вы с ним сделали. Молодец, девочка. Ну, я объяснила он это. Я говорю, да, я понимаю. О, цвет черный. Где? Наверное, снимается. Видно? На пальце, на пальце, на пальце. И он сказал, я могу вам только лишь помочь бросить в барабан, ну, то есть, ну, как это, отшлифовать. Ну, никакой гарантии... Давай я с этого попытаюсь снять, посмотрим. Никакой вам гарантии нет. Что-то блестит. О, отмывается. Ох ты, а ну-ну-ну, подожди, поверти еще. Да, реально, она теперь уже вся такая блестящая. Вот какая она и была, и должна быть. Ну, спасибо вам, женщина, за совет. А давай теперь это. Другая сторона будет. Я же все это попытаюсь. А, другая сторона, ты попытаешься другой пастой. Ну, это, сенс-1, которая... У кого чувствительные зоны... Дарод, пасты мы не рекламируем. Просто у нас такие есть. Ну, мы пользовались вот это. Вот, конечно же, ничего оно не отбелило. А у кого чувствительные зубы, то... Ну, мне нормально, а Наташа, она что-то дерет зубы. Хана зубам. Так что лучше не проводить эксперименты на себе. Так, надпись Хлоя появляется. Так вот, насчет этого, можно я расскажу насчет этого серебряного кольца? Давай я отхожу, чтобы было... Кстати, я живой, это ношу до сих пор. Он бросил в барабан. Оно все... Снялась эта штука. Вот, накисление, или как сказать. То есть... А, я спросила, а хуже уж не будет. А, я говорю, так хуже уж и не будет. Давайте делать что-то. Ну, давайте, там, пожал плечами. То есть, оно реально сработало. Вот так вот это мне что-то, мне кажется, не работает. А может, потереть этим? Да, еще ствол. Ну, давай. Интересно, кстати, что вот колгейт с ромашечкой сработало. Ромашечка это я, как вы помните. Лесные травы. Какие-то вот санцониновские, которые дороже. Ну, как-то нет. Ну, стой, поверни. Ну, есть, я вижу, что есть еще. Есть, но, скажем, мне кажется, там было лучше у колгейта. Ну, добавка колгейтика. Слушай, а оно не отклеится сама вот эта штука? Оно же как-то сидит сверху. Ну, отклеится, но... Так и будет. Не знаю. Ну, что это эксперимент. Значит, нам поставят лайки. Вот, оттирается. Лайки скажут, что... Оттирается. Что вы молодцы, да? Ого, грязнь очень какое. Ну, это не окисление, это не грязь. Это же нельзя сказать, что это грязь. Это металл так вот накислость. Ну, может быть, это... То есть, можно сделать вывод, что она настоящая. Можно согласиться с тем человеком, что это задумано, но... Не знаю. Это не тот аромат, который... Оттерлась, оттерлась. Это не тот аромат, который, мне кажется, можно придавать... Она наша рада оттерлась. По наследству, мне так кажется. Так, теперь оттираем эту сторону. Чем сегодня вот... Так расскажи про зубную пасту. Ванной, ванной. Да, не красуйся с собой. Давай скажем про пасту, пока я тру. Вот. Про пасту, что про пасту? Помнишь, мы купили, ну ты же говоришь. Да, мы купили... Мы вам ее показали, когда мы или в Мумуса были, или в Дейса. Видео будет вверху. И в Эллен Моле. И я такая, вау, 45 дирхам, ну так дорого. Ну, это больше 10 долларов. В субтитрах, ну или сколько там. И паста классная, вкусная, действительно. Ну, не знаю. Стоит она такие деньги? Минт и... Что? Стоит она такие деньги? Двенадцать долларов. Нет, конечно. Не, ну как, я знаю, что наверняка она стоит, ну... Постоянно ищет какую-то идеальную зубную пасту. Она классная. Она так очищает, очень деликатно. Поскольку, я же говорю, у меня есть вот эта чувствительность зубов, она не усиливает чувствительность зубов. Зубы, не то, что, знаете, вот как скрипят. Этого нет, вот как после блендомеда. Правда, я уже давно не чистила блендомеда. Кстати, колгейта тоже такое есть. Оно как бы скрипит. Такого эффекта нет. Но здесь ты чувствуешь, что они чистые. И очень приятный аромат. Вот этот баланс мяты и корицы очень классный. То есть реально пасту хорошую нужно искать в аптеках, если она? Ну, в Эмират. Я думаю, она не только в аптеках. Не только в аптеках. Да, конечно, нет. Обычно у всех молок, где мы делали обзоры, там только там... Нет, я там не буду. Ну, популярные все эти пасты. Слушай, можно уже, если у нас стрют обо всем, вот эту пасту. А вот эту пасту я рекламеную. А чего? Переведу на монтаж. Вот эту пасту, если у кого чувствительные зубы... А где мы ее взяли? А это мы как раз в Карифори взяли. Карифори продается сколько стоит, не помнишь? А, 30 дирхам стоит. А, 30 дирхам это где-то, ребята, 8-9 долларов. Да, ну я думаю, что если ее... Я даже не знаю, продается она у вас или нет. Ну, конечно, если у вас проблемы с зубами, то лучше немножечко... Денмарк, это что? Дания, да? Сделано в Дании, написано. И она, ну, тут органическая, ну, я не на это смотрю, органическая там или какая, а по эффекту. И она, знаете, она как это... Темная, темная как глина. Ага, да-да-да. Видно тут шипой? Нет, сейчас я тебе в камеру как это плюхну. Ну, будет весело как раз. Новый телефончик обновил. Во! Вот такого немножко цвета. Серовато, да. Вот видно. И оно на вкус немножко такое, но чистит, чистит... Ну, ладно, уже выдавили, уже и этим почистим. Не жалко. Как там? Сгорел сарай гриба. Сегодня мы устраиваем хлоя. Ой, слушай, может быть, я глупостью занимаюсь? У меня есть техническая щетка зубная. Ну, так, конечно, бывшая пальцами-то. Пальцами-то зачем? Ну, посмотри, реально, вот патину, оно действительно стирает. Как я не додумалась? Я же реально... Ну, как? Я не то, что... Ну, я не знала, например. На самом деле, я вот эти свое серебро, я беру, чищу этот... Зубной порошок я купила специально. Ну, это я уже водички добавила. А ну... Ну, это, конечно, вот... Это ты третья паста эта, да? Да. Ну, тут уже смесь получается. Тут она уже все... Смесь паста. Оф-ты, работает! Работает. То есть, и колгейт, и паста, и здание на первом месте. Да. Ну, как бы много моргин. Если оно так задумывалось... За такие деньги, конечно, надо... Надо не только зубы чистить. Я не знаю, неужели это так задумывалось? Тоже мне вот эти вот метаморфозы в течение жизни. Народ, кто знает, напишите... Вот человек не написал, что так задумывалось. Ну, я не знаю. Чуть я... Надо у Хлои спросить, так ли, ребята, у вас задумывалось, или просто эта отмазка. Да. Как оно сейчас? Смываемся, господа. Слушай, может, себе уже подвинуть это за одной почистить? Сегодня у нас ванная чистка серебра. А чего? Как там, чтобы не вставать? Три раза. Хороший был человек, поменем. Ну, теперь из-за этого, да? Из-за милых дам. Вот такие. Ну что, сейчас Наташа смоет Хлою все-таки. Все-таки наконец-то мы увидим. Так, я мою уже, пар. Мне уже все равно, если честно. Бантик заодно постирать. Ну, ты поржавеет, разольешь в эти всякие штучки. Ага, и продам. Работает! Так, покажи теперь. Оле Шер или Оле Чер, спасибо тебе большое. Стой, держи. Ну, народ, отмылась идеально. Вот такая вот она и была, как мы ее и купили. А ну, запах? Запах. Нету этого металлического. Класс! Спасибо вам! Спасибо, работает! Видите, народ, такой лайфхак от нашего канала сегодня. Взяли и проверили? Это не наш, это мы уже испытывали. Ну да, но мы испытывали. Испытывали, да. Спасибо большое. И прошло и пять минут, мы пошли делать видео. Сейчас я вытру, сейчас я... Не, ну как это? Пять минут я только губы красила. Красные, вы же заметили, да? Как там, в любой непонятной обстановке красить губы в красные. Делай выпады. В любой непонятной обстановке начинаю делать выпады. А вторая часть населения красит губы в красные. И подписывайтесь на канал Училка физкультуры в Эмиратах. Да, подписывайтесь, пожалуйста. Смотрите, а подожди, ну все-таки про аромат мы сказали, для меня это, честно, это немного вульгарный. Хотя... Ну, покажи его в камеру, что эту красоту... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, что-то я... Сейчас, еще раз протрем чутка. Красивенько сейчас Наташа сделает. Сейчас, крышечка, чтоб не отпала этот бантик. Вау! Сейчас все отпадет, будет прикольно. А теперь интересно, за сколько он окислится опять? Он же окислится по-любому. Ну, если вот еще пройдет пару дней, и мы видео пока не смонтируем, то мы его напишем в субтитрах. Да, сколько и по... Идеально. Сравните, найдите 10 отличий. Ну, одно отличие. Может, он действительно посеребрянный? Ну, зачем вкладывать? Мне кажется, это не тот флакон, который пишешь в завещании, но если мы потом сможем, когда он закончится, перепродать его, напишите, может, кому-то надо, мы вышли за небольшую плату. Ручками очищен, вы понимаете? Это вообще, сколько переведено воды, а сколько вот с поржиком. А зубные пасты использовали, да, вообще? Да. А знаешь, я забыла. Еще сколько времени? Ой, еще мало, да? Еще подпишем немножко. Сейчас, извините, пожалуйста. Сейчас еще что-нибудь от Наташи будет. Под течет градом. 49 плюс. Мы включили в комнате кондиционер, но вышли оттуда, чтобы они шинелали. 49 плюс, да это себе знать. 49, народ, это жесть. Я себе. Самое жаркое лето в Эмиратах. О, Наташи достает любимый аромат. Любимый аромат. Ой, я же себя еще потом смою. Сейчас я это оставила. Любимый аромат мой на сегодняшний день. Сегодня я в Бин Шейхе. В Бин Шейхе. Смотрите распаковочку вверху. Распаковочку в эзотическом отеле. Ахмедель Магриби. Это реальный аромат, который я узнаю из тысячи. Ну, давайте так. Давайте уже будем из тысячи. Это, по-моему, сейчас громкие слова. Но из 40 плюс, который у нас сейчас есть, Оля его узнает на раз. И нет уже такого... Такого ломки, такая фекалия и груша, фекалия и груша. Нет, такого уже нет. Он уже приятно пахнет. Но сейчас не фекалиями и не грушами. Можно, давай поговорим о нем. Мне кажется, тогда я очень мало о нем сказала. Как-то, и даже, по-моему, я как-то вот про цену сказала, что он практически... Ну, что-то мне так показалось, что он не стоит таких денег. Он стоит таких денег. Это классный аромат. Сухофруктами пахнет. Он пахнет немного... Сухофрукт. Уд. Вот это, мне кажется, даёт, играет уд. Вот всё это. Сухофруктами. Мне удом перестало пахнуть. Это... Значит, мне пахнет удом. Сухофрукт. Немножко черносливом. Сладость горького мёда. Вот именно такая... Вот чувствует сладко-горький. И я не знаю, что это, пачу или ещё какой-то эффект, но пахнет сыростью. Но сыростью... С сыростью он пахнет не под... Сырость, которая в подвале. Не та сырость, которая, не дай бог, под ванной набежала, и просто там эту протечку никто не заметил. Нет, это не та сырость. Слежий сырость. С сыростью. Это сырость, как будто бы в лесу. Я не знаю, бывает ли такая... Когда ты выходишь. Осень, весна. Ну, мне даже кажется, когда просто вот дождь прошёл, и вот на мхе какая-то сырость. Вот оно настолько... Это яркий, сладко-яркий аромат. Ну, нет, нельзя так сказать сладко-яркий. Это вот сладость сухофруктов, горькости мёда, сладко-горького мёда. Это сырость, оно охлаждает и держит баланс. Слушайте, это такой классный аромат. Так что беншей всем рекомендуем. Отходи, я буду ещё раз брызгаться. Ну, то есть мы никуда не выходим, кроме сегодня... И нюхайте его. Да, у нас сегодня будет разве что путешествие, выбросить мусор через дорогу. И это будет тяжело. И это будет жесткое путешествие. Эти 50 метров дадутся с трудом. И это будет где-то в начале 11-го вечера. Да. Так, насчёт этого аромата. Шикарный аромат. Ты добавила. Я его одеваю дома. А, вот ещё что хотела сказать. Я не зря в белом, чтобы не забыть. Напомнить, что он окрашивает светлые вещи. То есть близко, с близкого расстояния... Не брызгайте. Не брызгайте. Хотя отстирывается. То есть я замылила белым мылом стиральным. Я брызгала на... В общем, если есть уд, наверное, в любых ароматах... Я делаю... Ну, такого цвета вот он, да? Я делаю... Не только... Ну, такого цвета нужно в любом случае. Но, наверное, удовые ароматы и арабские. Я не говорю о европейских. Мы рассказывали ротафу, по-моему, одна у нас сильно красилась. Не сильно, но есть окрашивание. То есть все, которые не прозрачные ароматы, а вот такого коньячного и темнее цвета, арабские, я так думаю, не расписываю за все, но уже есть такая тенденция, что они имеют свойство оставить след. Так что делайте выводы, наверное, нанесите, чтобы вам... На бялость и тогда... Да. Осторожно. Или с большого вот расстояния. Ну, то есть далеко, набрызгал и будет нормально. То есть вот такое внимание. Ну, бин шейх классный. А бин шейх, это Лена сказала... Я это... Лена, тебе привет. Лена, приветик, приветик. Бин шейх, бин, это сын. То есть переводится на русский язык как сын шейха. Бинт, это дочь, да? А бинт, это сын. То есть этот аромат называется сын шейха. Вообще красиво, да? Аромат красивый. Мы тоже очень красивые сегодня. Давай я отмою свои браслайки. Если это лайфхаков, то я уже это, сейчас и себя отмою, отбелю. Ну, это надо будет снимать? Ну, не знаю, а что там будет. Уже ж я отмою, так и пойду и забуду. Ну, наверное, на этой приятной ноте мы будем заканчивать наше видео. Пишите в комментах, что это было сегодня. Ставьте лайки. Всем пока, всем счастливо. Кому хочется, красите губы в красный цвет. Красная помада всегда повышает настроение, привлекает внимание. И вы всегда будете в центре внимания и получите то, что хотите. Ну, а перхоть два в одном вас избавит от страданий. Ой, как и щуки физкультуры. Всем пока. Да, привет. Ну, вот мы. Пусть и погулять. Температурка смотрим, смотрим. 34, чувствуется вот 39. Ну, это уже вечер, пол 11. Видите, мы в масочку. Какое пол 11, без 10 и 11. Без 10 и 11. Вон же даже время, 22.52. Упаси Боже вас выйти без маски. Много людей получают штрафы. 815 долларов. 3000 дирхам. И вы реально их заплатите. Никаких, никаких прогибов нет. Никаких прощений нет. Вы реально их заплатите. Буквально сегодня в группе в одной на фейсбуке писали. Одна женщина, ну, тоже без маски, ей наложили штраф. И спрашивает. Причем только нос был открыт. Только нос. И спрашивает. Это большая часть ее зарплаты такой штраф. Можно как-то скостить. Вот. А вторая говорит, у меня тоже двое. Двое сотрудников попали. Ну, сотрудников, да. То есть, никаких поблажек. То есть, реально, ребята здесь очень строго. Так мы не об этом. Мы идем гулять. Да, мы идем, да. Мы идем выносить мусор, да. Давай, Наташа, я переведу камеру. Доверю тебе этот момент. Девушка идет без маски. Хотя, да, вон, люди не все парятся, но многие попадают. Да, но попадаются уже будет неинтересно. К сожалению. До свидания. Продолжение следует...